здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна башмакова я продолжаю вам рассказывать какие цветы непременно нужно высаживать в вазоны и что с ними делать по окончании летнего сезона конечно же в вазоны высаживать надо обязательно теплолюбивое растение которое вообще не зимует в вашей зоне вот например у меня такие бугенвилле пальму которая привезла из сочи ежегодно выставляю ее на даче на свежий воздух она прекрасно подрастает за два года уже довольно таки большая красавица буду пересаживать но речь сейчас не таких цвета речь идет о цветах которые мы можем сохранять в принципе и черенковать вот например пеларгония почему пеларгонию надо непременно высаживать вазоны да потому что пеларгония которая из вазона вы ее заносите в дом и вам не надо ее осенью черенковать те которые растут у меня в грунте красавицы им надо или осеннее черенкование или выкапывать растение с большой обрезкой тогда она тоже будет цвести среди зимы но не так сильно а эта красавица будет цвести всю зиму радовать меня люди которые конечно продажей занимаются и размножением они убирают цветоносы хранят их в холодных прохладных помещениях на теплицах прохладных а я любуюсь красотой поэтому цветы которые побывали в вазоне на улице летом особенно пеларгонии они зарядились такие большой энергии таким большим количеством цветов и цветоносов они будут цвести всю зиму а дальше весной и буду черенковать вот у меня новый сорт он конечно очень оригинальный не у цветочки какие-то необычные и стволы такие высокие толстенькие растут но я тоже не буду его черенковать с осени зачем мне лишние черенки ведь надо зимой все досвечивать это очень сложно надо много места а если есть вазончик то его можно куда-то обязательно поставить не обязательно на прям на самом ярком окне не такая длинная зима вот еще у меня пеларгония ампельная тоже ничего с ней не буду делать она у меня новая в этом году череночки возьму весной но если вдруг ваша пеларгония вот такие особенно плющелистные они очень сильно бывает вытягиваются и теряют вид и стареет сильно стволик тогда лучше осенью конечно взять череночки чтоб не потерять растение но моя выглядит прекрасно она напускала именно боковых побегов сейчас я старые удалю и вот поэтому пеларгония это обязательное условие и не спешите ее черенковать прекрасно черенки все приживаются весенние и весной обрезка хорошо делается ранее весной или конце зимы еще про один цветочек на котором хотелось бы хорошо остановить внимание это бальзамин бальзамины прекрасно растут в грунте но лучше все таки их высаживать в вазоны хотя бы частично хотя бы по несколько экземпляров потому что бальзамины они в принципе стареет и сейчас я просто обязана ему сделать осеннюю обрезку осенняя обрезка даст возможность укоренить черенки черенки можно укоренить просто в водичке укореняется бальзамин легко но это даст возможность омолодиться кустику и вырастет множество с каждого узла вырастет новый молодой побег и растение мало того что она весной покроется еще в помещении шапочкой цветов она даст большое количество молодых череночков то есть осенние черенки мы можем тоже сохранить и можем их укоренить если есть место но один горшочек занимает гораздо меньше места чем у вас бы заняло большое количество черенков поэтому или заготавливайте череночки или берите черенки бальзаминов очень люблю разные расцветки даже вот беру их у знакомых во дворе в городе растут высаживают их прямо в любые подручные средства в коробке с под тортов но потом заносят и сохраняют чтобы взять весной много черенков красавицу традисканцию тоже я считаю лучше выращивать в озоне но не потому что ее сложно сохранить если наломать не несколько веточек и просто поставить их воду даже нет необходимости ее высаживать именно зимой в грунт это можно сделать а можно этого и не делать она сохранится даже в воде но такая красотища всю зиму вот это густая зелень которая нарастает у меня в данном случае зебра пестролистная она нарастает только летом и только на свежем воздухе а красоту любоваться можно потом в течение всего года поэтому я считаю что этот цветочек тоже требует вазона у меня здесь небольшой вазон я вам обещала аварить величину вазона утрадисканции вазон литров 5-6 бальзамину достаточно четырех литров пеларгонием тоже 45 литров это даже много мне пишут что выращивают и в больших вазон до когда они находятся в грунте то иногда нужно большой вазон чтобы не пересыхали корни именно на улице когда находятся но для помещения у пеларгонии вообще для одного кустика достаточно даже полтора-два литра для многих сортов еще хорошо бы конечно сохранять и питонию но питония это отдельный случай у питонии питонии нужны специальные условия она хранится только в прохладе и черенкуются только молодые побеги поэтому питонии у меня стоят на балконе полюбившиеся красавицы но я вот сейчас надеюсь с осени найти в них побеги вот уже есть боковые я вижу вот моды и именно по черенковать вот эти побеги эти побеги мне за зиму дадут кустик с которой я возьму черенки хранить питонии дело не очень простое поэтому я этим уже не занимаюсь и вам не советую если у вас нет специально оборудованной теплицы на этом я с вами на сегодня прощаюсь если у вас создались вопросы или вы желаете поделиться своим опытом своими растениями которые вы сохраняете непременно высаживаете в озоны пишите в комментариях я думаю всем будет интересно до новых встреч